Всемирный фестиваль молодежи в Сочи стал не только одним из самых ярких событий этого года, но и одним из самых сложных. Десятки тысяч людей со всей России, со всех уголков мира приехали к нам. Первыми на сочинской земле их встречали не пальмы и море, а волонтеры и медики. Армия добровольцев насчитывала 5 тысяч человек. Хватило бы на небольшую дивизию. За 10 дней проведения фестиваля они встретили и помогли разместить более 130 тысяч гостей. Студенты, как будущие медицинские работники, помогали участникам заполнять соответствующие формы для прохождения анализа. Только после пункта ПЦР-тестирования участники допускались на площадку проведения Всемирного фестиваля молодежи. По поручению главы города Алексея Сергеевича, как только мы получили задачу организовать работу на пунктах ПЦР-тестирования и помочь фестивалю провести эту работу, потому что от этих пунктов зависело, кто зайдет на площадку, вовремя ли зайдут. То есть все от гостей фестиваля, которые пели там и участвовали, модераторы и сами участники. Главные герои встречи – ученики и преподаватели сочинских медицинских колледжей. Во время пандемии коронавируса именно они пришли на помощь медикам. Они же одним из первых вызвались встречать гостей фестиваля молодежи. Очень быстро по программе волонтерства собрались и вместе с нами организовывали работу всех пунктов ПЦР-тестирования, которые обеспечивали работу всего фестиваля. То есть через наши пункты в городе именно и на территории Сириуса прошли все участники фестиваля. На встрече 34 студентам и преподавателям медицинских образовательных учреждений вручили благодарственные письма от главы города за их активную волонтерскую деятельность. Всемирный фестиваль молодежи проводился с 1 по 7 марта и собрал около 20 тысяч участников из 188 стран. Всего в организации мероприятия было задействовано 600 сочинских волонтеров. Благодаря Всемирному фестивалю молодежи Сочи в очередной раз доказал, что готов отвечать на самые сложные вызовы. Евгений Самборский, Евгений Кимченко. Новости Сочи-24.